Прогулки на свежем воздухе, пальчиковая гимнастика, обучение основам ПДД, арт-терапии. Работая с детьми с особенностями развития, Юлия Клочкова постоянно делает акцент на здоровье и сбережении. Учитель школы-интерната номер 9 прививает ребятам заботу о физическом и психологическом состоянии. Так как детки особенные, то зачастую занятия и уроки проходят в игровой форме. И очень много мы используем здоровьезберегающей технологии. Учитель здоровья – это человек, который бережет свое здоровье, заботится о здоровье своих учеников. Это педагог, который уделяет внимание формированию культуры здоровья. Под культурой здоровья я понимаю совокупность эмоционального, физического, психического, социального благополучия. На конкурсе «Учитель здоровья России-2023» Юлия продемонстрировала успехи в формировании ЗОЖ-культуры. Финал проходил в Нижнем Новгороде с 29 ноября по 1 декабря. На нем собрались 36 победителей региональных этапов. На протяжении трех конкурсных дней педагоги показывали творческие презентации, участвовали в дискуссиях, проводили открытые уроки в нижегородских школах. Юлия Клочкова провела занятия на тему безопасности на разных видах транспорта. Учителя должны были продемонстрировать применение здоровьезберегающих технологий. Я на своем уроке демонстрировала это посредством физкульт-минуток, пальчиков и гимнастик. Еще мы занимались конструированием из ледяных фигур, а также черездавали разные виды деятельности. Урок проходил на незнакомой территории. Были незнакомые дети. А для меня еще была особая сложность, что я работаю с особенными детьми. И у нас задачи немного другие, коррекционные задачи. А на конкурсе я проводила урок с первым классом обычной массовой школы 187. Я очень волновалась, что будут проблемы с темпом, с динамикой урока. Но все получилось. На конкурсе «Учитель здоровья России-2023» Юлия Клочкова вошла в десятку лучших и стала лауреатом. По словам педагога, участие в таких событиях – это отличная профилактика эмоционального выгорания. После встречи с коллегами из других регионов, общения и обмена опытом появилось еще больше сил, идей и желания создавать для учеников увлекательные занятия и погружать их в мир здорового образа жизни.